Когда в Нижней Пёше, Красном и Тельвиске откроют свои двери для учеников новой школы? Этот вопрос обсудили на расширенном совещании при главе региона. О текущем положении дел доложили глава администрации Заполярного района и заместитель губернатора по социальным вопросам. Школу в Нижней Пёше должны были сдать еще три года назад. В настоящее время подрядчик устраняет замечания по объекту. Планируется, что эти работы будут завершены в начале августа. Вместе с тем, оборудование для школы до сих пор не закуплено. Те деньги, которые выделены на сессии, они подойдут. Перечень оборудования есть составлен. Деньги подойдут, что это значит? Которые выделили на сессии, они еще не... Что они еще не превратились в оборудование? Они не превратились еще в деньги. Значит, 1 сентября вы эту школу сдавать не собираетесь, я так понимаю. Губернатор округа Игорь Кошин отметил, что закупать оборудование необходимо уже сейчас. В противном случае эта процедура может затянуться до Нового года. Кроме того, глава региона поручил своему заместителю по соцвопросам составить четкий график с указанием времени проведения всех необходимых процедур по школе в Нижней Пеше. Значит, график предоставьте под графиком подпись Холодова, под графиком вашей подписи Департамент образования. Хорошо? Лицензионный орган. Вот четкий график. Что касается школы в селе Тельвиска, то, по словам главы администрации Заполярного района Олега Холодова, сроки сдачи объекта запланированы на середину октября. Без конкретных сроков сдачи школы в поселке Красное. Основной проблемой на объекте сегодня является система электропроводки. Специалисты сейчас проводят анализ соответствия выполненных работ проектным решением. Кроме того, подрядчику предстоит провести работы по благоустройству пришкольной территории. Мне тогда в пятницу предоставьте график работ крыши и благоустройства, то, что мы обсуждали с подрядчиком. И, значит, мне поставьте задачу, что мне делать с генподрядчиком. Хорошо? Хорошо. Договорились? А по электрике тогда мы ждем пятницу. Да. Ладно? Только график не такой, какой хочется им там, да, вот, ну, растянутый, а максимально сжатый. Хорошо? Хорошо. Ну, с учетом того, что мы обсудили, что-то необходимо сделать на объекте. Напомню, школу в Красном начали строить в 2012 году. Сдать объект в эксплуатацию планировалось в декабре 2014-го. Сейчас готовность школы составляет 95%. Бюджет округа долгострой уже обошелся в полмиллиарда рублей. Строительство объекта взято на особый контроль. На минувшей сессии депутаты Заполярного района выделили дополнительные средства на работу с долгостроями. 916 тысяч рублей будут направлены на обследование школы-садов Бугарино. В летнее время конструкцию здания осмотрят специалисты и определят, какие работы предстоит провести для завершения строительства. У нас есть еще две школы. Это в Хоруте и Виндиге. В Виндиге у нас сегодняшний день, так же, как и в Хоруте, объявлены уже торги и состоялись. И уже более того, подрядчик уже выезжал и в Виндигу, и в Хоруту в части обследования и в части изыскания уже там на объектах. То есть там уже торги объявлены. Срок исполнения по контрактам до декабря месяца они должны дать уже свои заключения все. Добавлю, что сегодня статус долгостроя имеет около двух десятков объектов, заказчиком на строительство которых является Заполярный район. Сумма бюджетных средств, направленных на стройки, которые уже несколько лет числятся как незавершенные, превышает 3 миллиарда рублей.